Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов. Это новая серия Стилов Дейли. И мы находимся на культуре заноса. Это следующий день и новый видос. Видите, я как минимум обновил куртку. Хотел сказать, что мы сегодня приехали сюда с Гошей и Серегой из Бус Моторса. Видите эти красивые Е30 с наклейками Бус Моторс. У меня бампер отвалился. Сейчас мы его сделаем. У меня губа сломалась. Дичь. Бампер на хомуты восстановил. Так вот, хотел сказать, что мы сегодня приехали на культуру заноса. Опять потренироваться. Думали, что будет сухо, но в Битере опять дожди. Ну как дожди, сейчас немножко накрапывает, поэтому покрытие уже мокрое. С одной стороны, круто, что не сотрем много резины, потому что здесь расход довольно большой. Потренируемся. Задача на сегодня Серегу научить ехать по клиперам, потому что он хочет поехать на свои первые соревнования в Великий Новгород. И чтобы пройти как минимум квалу и попасть в топ, надо ехать по клиперам, надо ехать по заданию. Вот думали сейчас немножко раскататься и придумать некое задание на этой трассе. То есть поставить точки, которым надо подъехать в задней части автомобиля или передней, чтобы тренироваться ехать туда, куда надо, а не куда получится. Это, кстати, очень важная деталь в соревновательном дрифте. Ехать именно по заданию, ехать по трассе. Потому что на любых соревнованиях, естественно, дается задание, да, и ты едешь и в квале по нему, и в парниках первым номером ты едешь четко по заданию. Я ничего толком не подснял, нас уже тут развернуло. То есть меня развернуло, Серега не засейвил и въехал мне в колесо. Немножко, по-моему, ушло что-то. Сергей помял себе дверь. Переднюю и заднюю причем. О, это что такое? Что за хрень? Масло горит. Что за ебой? В смысле? Что за жесть? Мы заглушили тачку, Сергей предложил сразу выкрутить свечи и посмотреть на первый цилиндр. Я сейчас немножко в шоке, что я даже не понимаю, что это со мной. Блин, да как так? А почему она просто стояла? Я еще даже не позаписывал проезды, потому что мы, ну, погоняли. Несколько проездов сделали, я пока думаю, ладно, разогрев, не буду снимать ничего, потому что, ну, скучно. Так как серию хотели посвятить тому, что Серега будет учиться ехать по траектории, ну, в принципе, все еще возможно. Начнем с первой. Ого, дымочек. Блин. Из второго цилиндра просто дымит и дымит. Так ничего не видно внешне. Ты че, что все у меня? Чуть-чуть покрутили двигатель, теперь первый задымил. РБ, что ты со мной делаешь? Так верил в этот мотор до последнего. Ну, хватит уже. Сейчас-то что? Ладно, я отчаиваться не буду пока что. Пока просто покатаемся с Серегой. Приехал Петя на Жиге в мощном госпекломе и пытается ехать по летнему конфигу, как бы нормально, по мокрому. Ну, кстати, у него это удается. Неплохо сейчас внутри держится. Перекладка близко, довольно близко. Серега уверенно едет по тариктории, широко. Сейчас посмотрим, что будет на большой дуге. На большой дуге Жига тоже догоняет, по сути. Причем даже без корректировок Люда. Сейчас вовнутрь залез. Воу, как близко. Крылья задние прям. Перекладка. Воу-воу-воу. Засейвил. Теперь мы попробуем догнать Жигу. На старте она неплохо ушла. Ого-воу-во. Так, Серега подъезжает. В принципе, уверенно подъезжает. Да, догнали. Теперь перекладку. Сейчас сделаем. Неплохо. Небольшие у нас корректировки, конечно. Не, ну Жигу реально догнать. Хотя вот сейчас она ускорилась, неплохо прыгнула. И причем у нее нет таких, знаете, паразитных корректировок. Ребята на учебных марках тренировались. Парные тренировали заезды. Друг друга стукнулись, и кайловер, видели, просто загнулся. Ну, его прям пополам сломало. Машины сделаны, конечно, максимально для тренировок. Мы ему несколько недель назад, когда они ездили в Москву, они были опять вылизаны все, и ровненькие. Каждой выставке, по-моему, Илья их подготавливает. Все делает красиво. Там ровные бампера, двери. Но их очень быстро ушатывают. Ученики, естественно. Ну, потому что это тренировки. Особенно кто доходит до уровня парных тренировок. Естественно, там постоянно контакты. По неопытности так точно. Но, конечно, хороший плюс, что кто тренируется на машинах, тот ни за что не платит. Ни за какие там поломки или касания. То есть, вот, например, кайловер сломали. Ильюха его починит. Никого не выгонит, никого не наругает. Кстати, турбо-машина. Не Atma. Первый JZ. Заглянем в салон. Два полуковша. Обшивочки, кстати, там есть. Дверь железная, но просто вся выпилена. Ручник DK Lab. Кулиса. Попов, мотоспорт. Основные элементы, короче, реально дорогие стоят. Потому что DK Lab стоит денег. Это кулиса стоит денег. Руль сабель. Дверь такая легкая. Как будто пластиковая. На самом деле металлическая. А, ну еще здесь стекло, потому что пластиковое. Здесь стекло пластиковое. В Москву на нем я ездил. Ну, две они у меня были тоже свежеоткрашенные. Да я уж понял. Я уж как раз рассказал, что, по-моему, в Москве они были свежеоткрашенные. Что, будете менять кайловер? На самом деле у меня не осталось запасных. Потому что на двухрульном койл сломало. И, по-моему, на этом или на том уже меняли один. У меня есть один кайловер, кстати. Нормальный тайм. Могу подогнать. Что, будешь ругать учеников? Не, на самом деле, во-первых, они знают, что нет никакой ответственности. Это раз. Но при этом сказано всем. Если вы специально ломаете машину, я это всегда видно. Ну, как бы так не получится работать. Но если вы тренировались парно, и реально был косяк, кто-то там сделал ошибку, а кто-то въехал, но это рабочий процесс, это ничего страшного. Да, нормальное колесо вот так стоит. Подгоню кайловер, я вспомнил, что у меня есть два тайна. Один вытекший, один нормальный. Как раз подойдет. Как вы поняли, тут постоянно идут тренировки и культуры заносы, потому что, в первую очередь, это школа дрифта питерская, я уже рассказывал. И что самое приятное, постоянно встречают тут своих подписчиков. Если кто меня тут встречал, всем привет, кто приезжал. И очень часто люди приезжают из других городов погулять в Питере и еще покататься здесь, в школе дрифта. То есть, ну, там просто разовое занятие покупают или там на несколько дней. Плюс покупают, я так понимаю, еще подарочные сертификаты. И из других городов, и из Питера. То есть, там есть сертификат, вы уже подарили там своему молодому человеку или девушке, и все. Он уже точно приедет сюда и потренируется. Прикольный подарок. Я бы сейчас сам от сертификата не отказался и погонял. Кто хочет узнать подробности, кстати, вот, я отмечаю их в инстаграме. Переходите. А Жига продолжает ехать. Если честно, мне кажется, со школы дрифта можно разориться. Мало того, что вот здесь вот аренду, плати за площадку. Обслуживай все тачки, если они сломались. Заправляй их. Вот сейчас заправляю тоже учебную машину. Меняй резину постоянно. Даже если это бэушка, все равно ее надо откуда-то брать, покупать. Даже если мокрая она стирается. А тренировки каждый день. Серега молодец. Сделает успехи очень большие. Я это говорю не потому, что он там мой друг и механ. Потому что, ну, серьезно, я вижу, что, во-первых, когда он только приехал, он сразу начал делать пятак-восьмерку, прикатываться к трассе. Прошло буквально, ну, пару месяцев, и он уже едет парно. Причем стабильно едет парно. На любом покрытии, на сухом, на мокром. Это все, конечно, говорят тренировки именно на площадке. Потому что, если бы он тренировался в стриту, ну, там ехать и отработать. Там покатался, уехал. Покатался, прогнали. Петь, джига валит, конечно, вообще по-злому. Да, сейчас спустим до полутра. Да, полутра спустил. А какой тут восьмиклоп стоит? На выбирах. На выбирах? А он 1,8? 1,7? 1,7, да? А, вот, я вижу. У него какая-то странная крышка. Это же, типа, редкая крышка. Редкая крышка? Я купил готовую тачку. Только что полностью восстановленная к этому зимнему сезону, потому что в прошлом году она была вся раздолбана в круг. Пластиковые окна, пластиковые задние крылья. Дружка багажника железная. Жига не отстает. Хотя вот здесь вот отстала. Перекладка на большую дугу. Так, на лава вообще четко держится. Вдоль стеночки. Все, я его не закинул, что ли. Это было круто. Происходит заправка спортивного бака. Дымится, да, нагрелась, кстати. Реально. Завели лавра. Я, конечно же, надеялся, что он восстановится сам за этот час. Но нет. Он просто вот стоит и дымит. Естественно, если газануть, он дымит еще больше. И воняет маслом. Знаете, у меня такое дежавю. Вот прямо вот на этом же месте. Я думал, что я своим ходом доеду спокойно. Но, кажется, нет. Сейчас хотя бы до входа отвезем машину. Там или на трассу, или Эвик вызову. Жесть. Все в салоне, в дыму, в масляном. Привезли лавра на эвакуаторе, потому что своим ходом было невозможно ехать из-за этого дыма. Ну и плюс, конечно же, не хочется лишний раз ломать мотор. Хотя я уже не знаю, что говорить, если честно. Есть смысл его оживлять как-то или нет смысла его оживлять. Ну что, лавр, сейчас мы тебя загоним в бокс и проверим компрессию. Потому что только так мы сможем определить, что с мотором. Мотор ли это, сломал ли перегородки, или может еще что-то. Все шесть тючей. Повреждений. Все целы. Но особых нет. Компрацинометр. Закручиваем. И крутим. Одиннадцать с половиной. Ничего себе! Да. Двенадцать. 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 В пределах допуска чуть-чуть. Двенадцать. Оу, шит. Турбина, да? Давай, пожалуйста. Ой. Двенадцать. У меня прям сердце бьется. Все. Ну, один из тысячи. Да. По компрессии все порядок. Радуйся, Серега, радуйся. Масла во впуске очень много, потому что аж сюда наливалось, через фильтр. Да, масло переливало и сюда попадало. Да, камера вряд ли видит, но нам поверит. Вот. Что у нас? Особо масла много нет, видишь, по краям только. А серединка все чисто, только по краям чуть-чуть масла. Второй цилиндр. Не вижу по всей амплитуде, но чуть-чуть тоже масла. Но немного, не лужи. Второй, третий, чистый вообще. Чуть-чуть масла, он слишком наверху. Вот тут по краям видно. Четвертый, тоже чуть-чуть по краям видно масло. Пятый, слишком внизу не особо видно, но было масло, я тогда видел. И шестой тоже чуть-чуть, но все почти сухие. То есть самые главные подозрения сейчас на турбину. На турбину, да. Мы сейчас будем ее снимать, вести на проверку, дальше принимать решение. Но, скорее всего, это турбина. Мы, по крайней мере, надеемся. Снял я турбу. Вот столько масла с нее вытекло. Вот у нас... Короче, я думаю, что это турбу точно. Но по своему коллектору все сухо. То бишь масла нет. В следствии это турбина. Турбина, я вонок! Сергей еще заметил трещину, получается, на калитке актуатора. На горячей части трещины. Сергей чинит свои сейвы. Мои сейвы, да. О, щит! Так, Серег, стой! О, давай! Нифига себе, у тебя двери... А это так и должно быть? Да. Это чем отличается БМА? Походу, хорошо заметно. Я уже уехал из Бус-Моторса. По лавру сегодня все. Я, если честно, рад, что это не мотор. Потому что думал уже о самом худшем. Что это опять мотор, что компрессии сейчас не будет. Там, типа, в каком-нибудь горшке 5 или 6. Все, капец, полный. Но, скорее всего, это турбина. То есть, по всем признакам мы видим, что, скорее всего, что-то случилось с турбиной. С моей вот этой понтовой турбиной, которую нельзя просто так прийти и купить другую. Потому что это был гибрид на основе 28-го гарта оригинального. То есть, там картридж стоял. Турбину сейчас взял с собой. Надо завтра ввести ее на дефектовку на стенд. Специальный стенд для турбин. Чтобы точно сказали, что эта турбина отъехала. И тогда уже думать, что делать дальше. Искать какую-то другую турбину, подтыкать сток. Ну, сами понимаете, если я подоткну сток, то уже никакой мощности не получится. То есть, там сток можно надуть, наверное, единичку. И то, если турбина от Нео мотора. Если она не Нео, то она держит, по-моему, 0,8 только буст. Короче, мощности не получится. Сейчас-то ее особо не хватало. Ну, так, с учетом того, что там и форсунки, и турбина, и мозг. На сток турбине, конечно, вообще не будет мощности. Но будет чисто сток. Но зато я поеду в Новгород нормально. Потому что у нас уже ровно через неделю последний этап в этом сезоне. Дрифт Мацурия с ФБ в Новгороде. И туда надо по-любому ехать, и по-любому выступать, и по-любому показывать результат. Ну, а сейчас меня выручает Жига. Ребята поменяли в ней задние вот эти тяги продольные. Они сгнили, и одна треснула, вторая уже почти треснула. Единственное, что гофру не вварили. Но ничего страшного, зато до дома доезжаю вот без проблем. Сейчас уже заехал в гараж. И взял, как и обещал, стоечку для Эли Полищука. Вот стойка Тейн. Причем она в хорошем состоянии, полный комплект. Вот эта стойка была живая. Это еще когда я Лавру покупал. Одна стойка вытекла, а одна стойка в порядке. Сейчас как раз с ним встретимся и ему отдам. У моей Жиги, на самом деле, надо приделать губу. Вот не знаю, может быть, даже покрашу ее в белый цвет. Надо думать о дизайне. Или делать рестайлинг прошлого дизайна, или делать вообще какой-то совершенно другой дизайн, который зайдет. Здесь единственное, что осталось, это надпись на крыше Trailhead. Ну, а так я даже сейчас немножечко раздал бочком тут по-мокрому. Ребят, спасибо, что смотрели этот видос. Спасибо, что поставили лайк от души. И спасибо, что подписаны на канал. С вами был Серега Стилов. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok